...поцентно за... Ка-ка-ка-ка-ка-как! Я чё-то не понял вас, товарищ волк! Он заходит в церковь! Желаю, чтобы все! И вам того же. А кстати, напоминаю ещё раз, вы же не знакомы с сам... Вы с семьёй Ракунянов не знакомы, смотрите? Не, не то. Глава семейства Гарик Ракунян, главный провидец-предсказатель. По совместительству водный гимнаст. Его братья, так сказать, на подхвате, подтанцовка. Марик Ракунян, Барик Ракунян и Варик... Не, не, вот Варик первый, извиняюсь. Вот Варик, Варик Ракунян, извини, Варик, я тебя перепутал с Мариком. Варик Ракунян, Барик Ракунян и Марик Ракунян. Рассказываю в третий раз и в последний. О цирковом номере, который они, значит, давали. Они же гимнасты-предсказатели, в общем. Предсказывают будущее, и смертельный номер у них был. Номер заключался в следующем. Представьте себе, манеж, арена цирка. Делалось в центре манежа полынья. Не, не в центре, на краю, полынья. Ну, вот такая вот дырочка, из которой вот он, товарищ Гарик, мог высовываться. Эти трое там образовали такую подсадку. Ну, знаете, как в КС. Бусми, бусми, он им кричал, бусми, бусми! Они там хреньяк с подсадочку с той стороны проруби. Я, кстати, немного замерзаю, да? Так, ладно. Рассказ того требует. Вот, организовывалась подсадочка. Этот морду свою высовывал. Там в этот момент конферансье. Ну, и дальше там объясняют, что сейчас будет смертельный номер. И, короче, они Гарика пью исполынивые кидывают. Гарик через весь манеж летит, а по краям манеж уже песочком осыпан. Ну, там, потому что во время номера еще по песочку бегают цирки и леопарды. Ой, цирки. Тигры и леопарды бегают по песочку, вот. Ну, тоже там всякие павы делают. Кнуты хлещут. Вот, и, значит, Гарик, Гарик летит и шлепается прям между тигров и леопардов. Прям на этот песок. И лежит такой бездыханным таким тельцем. Как дышит вот так вот часто жаберами своими. Значит, тигры к нему пытаются на него напасть. А он с силой воли своей предсказания останавливает их. Они такие халобысь и замирают такие прям. Знаете, как Михаил Сергечко. И тигры ног моих сели. Вот примерно так и происходит. Эти троица. Барик, Марик, Варик из проруби. Халобысь. И на хвостах такие. На крайманижу. Хвать Гарика и назад с ним. Летящий Походка. Бежал я за водкой. И в пополыню все вчетвером. Под рукоплещущей зал скрываются. А тигры по-прежнему продолжают стоять с краю пози Вот такие вот дела Правда, в предыдущие два рассказа тигров у меня не было, я их выдумал только что Но мне кажется, с тиграми-то гораздо интереснее